Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Михаил Чаплыга на связи. Миш, здравствуй. Приветствую вас. Миш, начать я хочу с темы, которую, скажем так, ты сознательно не комментируешь, но темы ценны нашей с тобой встречи, что здесь мы пытаемся разобраться и расставить определенные акценты. Это фон, понятно, контрнаступление, едет Шмыгаль в Канаду, собирает боеприпасы, контракты, вот такой визит. Говорит, контрнаступление откладывается на лето. Сливы все обсуждают массово. Вот этот какой фон, да, вот этих всех решений. И тут появляется видео, которое заполнило, вот, украинское медиапространство с заявлениями. От Зеленского, там, до Кулебы, Малюк, разведка. Видео страшное. Сказал Кулеба, ну, как бы четко и понятно, хуже, чем ИГИЛ. Отдельные товарищи пытаются найти и, ну, понять, откуда это видео. И там все очень, ну, непросто, потому что, как есть данные, что, как бы, вот, телеграм-канал, и человек, который распространил это видео, собственно, находится за пределами Российской Федерации. Сложная история, но нужно понять. И ПСО, не ИПСО. И самое главное, почему именно сейчас? Ну, давай начнем с этого видео. Я действительно вчера отказался его комментировать. Ну, по одной простой причине, что, во-первых, оно появилось как-то странно ближе к ночи, скажем прямо. Во-вторых, как-то массово оно начало сеяться в сетях, ну, в соцсетях. Оно стало появляться в чате моего телеграм-канала. Его, естественно, тут же снесли по одной простой причине, что самый легкий способ убить чей-то телеграм-канал, это спровоцировать на размещение видео насилия, там, и так далее, и так далее. Потом 10 жалоб, и на этом как бы тема закрыта. Плюс ко мне начали писать подписчики с этим видео, скидывать его в чистом виде, значит, пусть весь мир узнает. Всюду был один хэштег и так далее. То есть я в этом всем, как человек, который отдал 20 с чем-то лет политтехнологиям, я четко увидел политтехнологию. Когда, знаете, вот жизнь замечательных людей был когда-то такой давно-давно, юмористический такие, значит, сериал. И там рассказывали о том, как лошадь Циолковского стала лошадью Циолковского, хотя раньше она была лошадью Прижевальского. Точнее, наоборот, значит, как лошадь стала лошадью Прижевальского, хотя была лошадью Циолковского. Она жила у Циолковского. Значит, надо было внезапно ночью подкрасться, значит, к товарищу Циолковскому и внезапно сыграть с ним в карты. Так лошадь Циолковского стала лошадью Прижевальского, понимаешь? И когда со мной пытаются провернуть тот же фокус, знаешь, подкрасться, когда ты уже там дремлешь, грубо говоря, сыграть на твоих эмоциях, бегом-бегом-бегом-бегом, ну и так далее, и так далее, то есть я четко вижу сценарий, то есть я не знаю, кому он нужен, как он, я четко могу сказать, это сценарий, вот, причем скоординированный сценарий, когда тебе пишут в личку, когда все начинается со слов «Слава Украина», когда Украине, значит, там, когда все очень патриотично, когда люди, ну, реально, ну, то есть я тебе сейчас скажу, у меня рука дрогнула, я тоже хотел бы его вывесить, сказать, у вас там все с головой в порядке в России, то есть, ну, как бы, вот, но как бы там ни было, я тебе скажу, что срабатывают профессиональные рефлексы, и ты на каком-то этапе просто тормозишься, и, знаешь, как вот, все должно отстояться для того, чтобы понять вообще, что это такое, но четко могу сказать, это сценарий, то есть это четко, это ИПСО, наше это ИПСО, вражеское ИПСО, это ИПСО третьей страны или чего-то еще, одному Богу известно, но я точно могу сказать, это ИПСО, а любое ИПСО я стараюсь обходить стороной, кроме украинского, особенно, если это нам в пользу, но я не уверен в том, что это украинское, раз, знаешь, как это, не уверен, не обгоняй, понимаешь, вот, поэтому я решил не комментировать. Является ли это видео достоверным, сказать тоже не могу, но, судя по всему, да, судя по всему, да. Когда оно было сделано, не знаю, судя по всему, было сделано где-то год назад, ну, очевидно, по, так сказать, по листве, по всему. Кто это могли быть и как, ну, это пусть военные разбираются по форме, по, ну, имеется в виду по пиксельной форме, не пиксельной, что там и как было. Мне друзья пишут, что это кто-то из наших кракенов, вот, то есть, ну, кракенам я помогаю, не знаю, пока мне ребята с кракеном мне ничего не написали, поэтому я пока на паузе, скажем прямо. Какая цель этого всего может быть, самое неочевидное, поэтому я бы пока был очень сдержан. Во-первых, я вообще не рекомендую подобные вещи смотреть, честно вам скажу. Я не смог досмотреть до конца, выключил и так далее. Ну, то есть, ну, что непонятно, то есть, на кадрах видно, как представители, не знаю, как это, русских формирований, или как их назвать, совершают... Военное преступление, да. Ну, я хотел сказать, даже гитлеровцы такого не делали, понимаешь, то есть, это нечто за гранью военного преступления. То есть, это нечто за гранью, потому что такого, ну, военные преступления, они как-то описаны, понимаешь, а это нечто за гранью военного преступления. какие выводы что нужно установить кто это нужно установить их связь с руководством российской федерации это за гранью то есть это это больше чем гага если уже так говорить и ну соответственно да наверно надо такие вопросы поднимать том числе и на оон и так далее потому что эмоция это может быть правильно не знаю но толку с этой эмоции всякая эмоция должна результатироваться во что в какой-то слушайте в какие-то документы какие-то расследования какие-то материалы и так далее так далее то есть а все это надо делать с холодной головой то есть вот чего я ожидал бы как реакцию на подобные эмоции она она может вызвать только что распространение более ничего плюс она может вызвать ну не знаю какую-то агрессию там и так далее но я не знаю где там лазят мои товарищи чатовцы но пишут мне в чате что даже среди таких зашкаленных или зашкваренных ура патриотов в россии там вот это за этом и так далее даже они сказали что это за грани ну то есть что как бы это 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 нечто нечто чего быть не должно было в принципе не знаю зачем это все делается именно сейчас и честно тебе скажу я призвал бы и других пока не делать поспешных выводов потому что ну честно от кракена мне ребята ничего не написали ну я бы получил какое-то письмо да является ли это нашим и псо пока не вижу что я подозреваю чьим это может быть и псо значит я подозреваю что то что я в принципе раньше описывал в ситуации с пригожиным помнишь вот этот взрыв в этой кафешке где убили ну какого-то там военкора их да и тот же начали это дело цеплять на украину как обычно да кто взорвал северный поток то всрався на вистка значит и тут же тыкают пальцем на нас и говорят что это мол украина понимаешь каким боком и к тем северным потоком и как мы могли это сделать наш никому не интересно но тыкают пальцем нас только блин случилось это с пригожиным то с этим господи как его к военкором этим их не значит тут же начали тыкать пальцами на нас что этому я предложил свою версию что скорее всего это внутренние разборки россии где есть медиа-медиа подчеркиваю империя целого пригожина то есть он не столько там вояка которого из себя изображает сколько обычный менеджер бандитской организации ну которая воюет там за рудники там по всему миру еще ну за ценности какие-то да имеется ввиду материальные подземные вот воюет руками непонятно кого ну может и профессиональных может и бандитов там непонятно со всего мира набирает воюет за счет российской армии и собственно он является составляющей частью российской армии попытки показать что он вне это неправильно он и есть часть официальной российской армии вот если в организация террористическая то соответственно и армия российская террористическая россия является государственным спонсором терроризм вот вот логика просто этого всего и доказать это весьма просто у них очень напряженные отношения с внутри себя то есть это пауки в банке то есть никакой тайны не составит если вы зайдете в гугле посмотрите какими словами и как называл пригожин шойгу который там руководит вооруженными силами у министра обороны причем его родственников переходя грани там и многое другое это внутренняя их война внутри кто мог быть задействован нужно понимать что помимо вот этих русских бану русских башен до этого кремля очень много да есть там башни не знаю кота фсб есть там башни кота суркова из там либеральная башня еще какая но это много этих башен но к сожалению многие наши люди почему-то думают что вот эти трения башен кремля это хорошо мы ему на какую-то при кремлевскую башню ставку сделаем и мы это очень грамотно мы победили вот давайте эту башню кремля поддерживать она воюет с другими я если она побеждает то это будет новая россия нам будет хорошо я ребята мозги включайте башни кремля объединены общей кремлевской стеной поймите вы это сколько бы они там не это самое хороших башен кремля не существует априорно и это игра в доброго и злого полицейского но мы каким-то магическим образом по просьбе наверное наших западных партнеров приютили у себя ошметки вот этой либеральной башни в которую американские партнеры со времен ельцина вложили очень много денег очевидно было жалко и потерять и это башня кремля прописалась наших киевских ресторанах откуда делает планирует наступление целой армии какой-то целой армии видимо поваров киевских ресторанов и захватывает на американские деньги которые поступают им на жизнь значит они захватывают владивосток прямо из мытищ прямо из мытища не захватили владивосток я подозреваю что руками этой прописавшийся у нас башни пытаются играть там понимаешь поэтому поэтому ай ты же понимаешь что если они беглые из россии причем кто-то там бывшие депутаты кто-то там еще и так далее то есть они естественно находятся в каком-то соприкосновении с нашими спецслужбами ну логично правда то есть человек уезжает из россии был когда-то во власти критикует россию захватывает из метищ владивосток пользуется поддержкой западных партнеров и так далее коню понятно этот человек или эти люди будут соприкосновения со спецслужбами украины теперь когда начинаются разборки внутри между пригожиным и шойгу используется очевидно вот эти ошметки той либеральной башни которую мы почему-то считаем дружеской для украины почему-то хотя знаем что башни объединены одной одной стеной и естественно потом всплывает что одну а вы знаете вообще-то украинские спецслужбы потому что они по роду занятия приорно обязаны быть в контакте с подобными людьми ну имеется ввиду хотя бы контролировать их деятельность но ты с точки зрения безопасности государства и выстраивается цепочка что оказывается это украина там была вмешана каким хрен боком там украина и кстати это в сливах недавних появилась опять что якобы опять украина слушаю кучно пошло виновата в том что кто-то насрал на кончик антенны этого самолета в беларуси опять украину блин понимаешь магия какая-то что кто там еще не назвал нас в чем-то понимаешь вот и вот это все выстраивается до логическую цепочку и вдруг появляется вдруг значит появляется вот это видео там и так далее я подозреваю что это идет опять же внутренние опять же внутренняя война между пригожиным и и шойгу что-то вот тут и я думаю что в этом всем раскрутки этого всего если чье это ипсо так вот я подозреваю что это ипсо не столько наши сколько больше вот этой башни 3 которая у нас прописалась поэтому создается впечатление что это может быть где-то наши ипсо которая раскручивается в руками в том числе и наших патриотичных сил ну честно тебе скажу я когда это увидел у меня первая реакция распространить и призвать всех посмотреть ну первая реакция то есть даже если я не участник этого ипсо или что-то еще то я автоматически в него вовлекаюсь на эмоциональном уровне понимаешь и получается чья же эта игра очень сложно понять потому что слишком много будет вовлеченных людей которые действительно являются патриотами действительно возмущены тем что они увидели они правильно меньше фон и обозначил потому что и это играет на руку условно и там третье это еще таинственной башни потому что ну смотрите раньше это могли над ними посмеиваться и говорить что ну чтобы они по ресторанам да по ресторанам но когда уже вторая вылазка в брянскую область причем очень непонятно санкционирована ли с планами и вооруженными силами украины генштабом ну военными не разведчиками там какими-то спецоперация нет военными то есть насколько на этой карте заложного вот эти две вылазки в брянскую область то есть мы видим что они стали они обозначились обозначили предположить что на карте заложного их нет ну это мое предположение то есть они обозначились и вот эта игра на тоже вот очень очень интересно виду этого вот я поэтому говорил бойтесь донайцев дары приносящих не бывает хороших башен кремля точка я это говорю помнишь когда еще засилие в эфире появилась открываете блин наши паблики видео и ты увидишь засилие всей русской либерации там всей понимаешь во всей красе вместо того чтобы украинские там какие-то эксперты действительно давали какую-то взвешенную интересную позицию они вытеснили украинских вот это то есть остался только либо модный эфир с пропагандой и больше ничего а нишу вот эту аналитики и так далее вытеснили вот это русская либеральная башня которая сюда зашла а что мы ее финансируем нас денег на базовые вещи нет я финансируют кто-то да кто-то скажем явно не россия понимаешь и они прописались у нас и я не уверен что их действия понимаешь бойся донайцев дары приносящих под предлогом святых действий поддержки и так далее часто совершаются паршивые вещи а внешне до вышиванка флаг славня заспеваем и так далее я всегда очень подозрительно относился к тем кому для того чтобы показать что ты патриот нужно одеть вышиванку славней флаг если патриот тебе этого не надо делать это и так понятно она идет из тебя и вот эта башня я думаю и является источником якобы патриотизма смотри тут да мы тут на брянск пошли и все так ура берем мы тище наши сдались тебе темы тище понимаешь на кто-то посчитал плюсы и минусы для украины этого все а это было санкционировано а теперь в этих сливах когда мы читаем я не верю думаю это спецоперации внутренние там сша поговорим еще об этом но открываем и читаем что вот это вот кто-то насрал на кончик этой антенны в самолете да а там пишут что это вполне возможно было сделано без согласия с нашими спецслужбами понимаешь пишут что якобы украина но без согласия спецслужбы как северных потоков что якобы связанные с украиной но без согласия слушай да что это происходит это это что у нас действует некий центр который параллельно ведет какие-то войны без согласия руководства и страны и военного и политического и так далее что это кто эти люди я тебе говорю это третья башня кто финансирует третью башню зачем она у нас прописалась кто кто играет в это а-ля замещение в чьих интересах они играют если вот я тебе скажу я утверждаю что те сливы которые были в сша это не про украину и не про израиль этого и не про все которые там упомянулись нет это про внутреннюю войну спецслужб сша потому что при выборы и потому что во время выборов спецслужбы кто-то работает на демов кто-то на респа это их внутренняя война мы получились по касательным точно так же и здесь украина получается по касательной потому что несколько башен кремля воюют между собой публично иногда совершая это с нашей территории при поддержке неких партнеров понимаешь ну откуда это же не бабки берут причем явно в долларе понимаешь ну или фунтах поэтому в крипте да берут в крипте ну или в крипте я небольшой в этом специалист но я еще раз призываю в таком случае призываю уже и наши и военные другое руководство но давайте давайте подумаем а бывают ли хорошие башни кремля может быть я прав все-таки был когда и в твоих эфирах тоже обращал на это внимание помнишь мы говорили про эти всех выступлений тогда может быть это их внутренняя российская война им плевать на нас а в этой внутренней войне они подставляют постоянно нас а выгодно ли нам победа либеральной башни победит ли она вообще когда-либо нам с этого что и зачем всякий русский либерал заканчивается на вопросе крыма . но не только крыма в общем ну это в любом случае вот это и называется аналитика понятно что друзья ну конечно вы напишите в комментариях об этом ужасном видео поэтому мы собственно с него и начали потому что это это действительно очень серьезная веха ну вот прям веха потому что ну еще сутки назад мы радовались что 100 человек приехали детей 25 и ну как бы вам были ира и раненые это было очень сложно я должен был тебе вот извини прерву на меня там наехали почему я благодарил ермака за это все по одной простой причине что я видел сливы там сначала москалькова потом другие ты себе не представляешь какой большой глобальный публичный шантаж шел то есть насколько сложно вообще договориться об этом по фамильные там согласование настолько это было в этот раз сложно раньше было чуть проще честно скажу в этот раз это было очень сложно с употреблением публичного политического шантажа первых лиц сливов что украина не идет на переговоры что еще что-то и так далее и понимаешь в чем дело в данном случае я справедливо сказал спасибо ермаку координационному штабу потому что я видел как это происходило я знаю изнутри насколько в этот раз было сложно и кого мы вернули насколько это важно особенно для родственников которые очень давно это ждали но к сожалению это случилось к счастью но случилось но к сожалению позже чем они ожидали чем было договорено до этого ну а теперь вот можно на этом как бы ну мы очень надеемся что на этом нельзя будет поставить крест эти вопросы будут продолжаться обмены будут продолжаться люди вернутся домой к родным после особенно этого видео которое прямо вот можно сколько годно там строить теории но прямо это влияет на вот это на пленение на возвращение отношение к пленным да это очень важно конвенции естественно и так далее поэтому да вот здесь это очень важный вопрос который сказал я хотел бы начать мы его обсудили друзья напишите в комментариях пойдем вот по опять по глобальному и как бы потом на наш уровень уровень украинский миш посол израиля в российской федерации сделал заявление по-настоящему которое демонстрирует откуда он посол и как бы вот с намеком на взвешенную некую позицию в общем обе стороны должны что-то потерять тогда война остановится мудро звучит мудро а на практике как скажи пожалуйста а не напоминает ли тебе эта фраза фразу си во время ужина с макроном когда си сказал что россия и украина должны встретиться на полпути пол дороги пол дороги да это же то же самое конечно я по ерничал ну не я это у меня в чате у меня знаешь многие шутки они берутся из нашего чата к счастью слава богу умные люди там учатки телеграм-канал народа ли так слушайте по пути это возле урала в принципе мы не против можно но но если серьезно и без иронии тот видишь что идет эта подготовка идет подготовка что да обе стороны должны что-то потерять но вопрос выгодно ли это нам конечно же мы прекрасно все понимаем что постулат что такое переговоры по определению это не ультиматумы то есть когда я выхожу и говорю шеле значит забирайся вон отсюда вот еще и денег не дать за то что в гости приходил без спроса да вот а ты мне лишь слушай да если я уже к тебе пришел то собственно говоря это ты можешь выйти отсюда значит это все и так уже моё да это два ультиматума понятно что мы не будем говорить слово переговоры если речь идет о переговорах тогда мы говорим о том что мы фиксируем текущее положение дел для старта прекращаем битву тапками ну или там рогатками вениками и так далее да и переходим к дипломатии а исходя из видения картины будущего а не прошлого вот что очень важно не каждый еще раз поймет я повторюсь еще раз исходя из видения картины будущего но не прошлого запомните тогда начинается разговор о дипломатии и о том что кто и как если у тебя нет решения вот у тебя шахматное поле три на три и решения в нем нет и тебе говорят что переговоры невозможно потому что все клетки заняты все решение нет ты не можешь двинуть фигуру для того чтобы ты двигал наш пятнашки детская игра хотя бы одна клетка должна быть пустая тогда ты сможешь двигать фигуры и выстроить то что тебе нужно да то есть ты в твою картину будущего ну грубо говоря 1 2 3 4 5 там и так далее если так то мол если нет свободного поля нет предметок разговоры все это ну это цук цванг то есть ничего делать любой ход приведет к потерям а может быть вообще хода сделать нельзя . тогда нужно расширить это поле пусть она будет не 3 на 3 а 10 на 10 а что означает поле 10 на 10 тогда нужно говорить о глобальных вещах о балансе про и снв про противоракетной обороны и стратегических наступательных вооружений это больше чем украина но украина вовлечена потому что про сша глобальны она выдвинулась уже к восточной границе с германии к восточной границе польши да и продвинулась на территорию украины ближе границам россии патриот про уже выдвинулась таким нашу путем в ответ что делают русские русские продвигают свою про где в киргизии они делают объединенную систему не выдвинули про в киргизии американские грубо говоря разместили свое ядерное оружие в западной европе и в турции выходит macron у на встрече си что говорит что все страны должны забрать свое ядерное оружие к себе домой ярко да а перед этим что предшествовало россия пытается выдвинуть еще нет но пытается выдвинуть свое я о и тактическое и я думаю стратегическая потому что они делают мбр выдвинуть куда беларусь что буквально вчера или на днях произошло россия испытала публично межконтинентальную баллистическую ракету это первый шаг чему к ядерным испытаний потому что выход или приостановка дснв договора помнишь который закончился после падения первого беспилотника на энгельсе который являлся вот этим стратегическим аэродром и нарушил этот баланс дальше началась гонка вооружений гонка ядерных вооружений потому что для того чтобы наращивать это все тебе необходимо заменять каждые 15-20 лет и тебе нужно проводить испытания а ядерных испытаний это уже очень давно не было правда тогда речь идет о более глобальных мы говорим сейчас о геостратегическом балансе если мы говорим о новой архитектуре переговоры по украине невозможны в отрыве от переговоров о глобальном понимаешь невозможно физически и израиль это понимает и это понимает и китай это видимо понимает и макрон судя по всему это понимают и в треугольнике главном треугольнике мира кнр сша россия на шпинделе великой британии прекрасно все это понимают но каждая из сторон это глобальная игра это другой вообще друг другая матрица да и наша маленькая война три на три ну по сравнению с глобальной войной да но нет решения здесь без решения глобального баланса почему потому что вопрос в украине самый ключевой какой сейчас политически и военный крым крым почему крым потому что крым это по большому счету кощеева грубо говоря яйцо до для политического режима в москве потому что если мы каким-то образом неважно мы не военные раскрывать планы не будем но каким-то реалистичным способом рассекая сухопутный коридор выходим на рубеже крыма и переходим к какому-то политическому давлению дипломатическому или военным понимаешь это рождает очень серьезные вопросы внутри самой россии она хиба это было и далее начинается противостояние всегда внутри элит то есть мы можем запустить политические процессы внутри самой россии с помощью крым почему крым кощеева яйцо очень просто ну что есть три стратегические точки со времен советского союза для бывшего ссср когда это еще была россия но эта часть то есть россия rsfsr и пояс безопасности вот что такое ссср был так я как-то записывал целое видео на эту тему не буду повторяться но там есть три три стратегические точки это порт в сирии это калининград и это крым контроль акватории крым это геостратегическая точка для россии если мы берем эту точку хотя бы по бокам руками хотя бы так это рождает сумасшедшие внутренние политические процессы вот почему геополитически военно и так далее дипломатически важно и почему так много говорят о контрнаступлений о возможности рассечении этого сухопутного коридора и так далее вот почему дело же не в самом крым как таковом просто квадратных метрах дело в значительно более глобальных вещах может ли украина стать первой начать такие переговоры такого масштаба нет для нас нет то есть это могут начать в треугольнике большом понимаешь это о чем говорит израиль это о чем говорит китай это о чем начал говорить макрон они говорят о том что да давайте говорить о новой геостратегической реальности будущего и тогда мы сможем говорить о том что установление мира в украине справедливого мира в украине будет стабильным потому что нужно отличать остановку огня просто знаешь как вот это первый этап войны на востоке да но до минске ну что они сделали они просто остановили самую активную фазу войны правда при этом вынесли крым за скобки вот чем что важно то есть по сути это был акт капитуляции с какой-то оттяжкой по времени да но хотят ли повторения думаю нет но для того чтобы повторения не было необходим масштаб это то о чем говорил зеленский и ермак они говорили и наш и кулеба тогда и многие другие говорили о чем что невозможно то есть для того чтобы установить мир здесь и провести переговоры про фиксировать это все о чем-то договариваться до каких-то периодах времени то есть тайваньский вариант не знаю не Gay Ванске этот господи что там перед этим какое остров вернул гонконг да вонгконгский вариантом лики то ли там вариант не знаю какой-то просто придумать или финский вариант ли кого-либо другой то есть когда крым считается демилитаризированные зоны через какой то период времени передается обратно под юрисдикцию Украины, при этом выплачиваются определенные деньги России за то, что вот это произошло. Может, кто-то скажет, это фантастика, русские на это не пойдут. Еще раз говорю, фантастики в этом мире больше нет. А все можно говорить. Вопрос, с каких условий позиций. Все это, это уже элементы большой геостратегии. И говорить о переговорах Россия-Украина, это ни о чем. Нет решения в этой 3 на 3 матрице. Матрица значительно более большая. Будет ЕО в Беларуси? Не будет. Будет в Украине про США? Не будет. Что там будет по Киргизии? Что будет по подводному флоту в Тихоокеанском регионе? Потому что там же Китай и так далее. Россия там начала активничать, что вызвало возмущение Японии, а тут же начались учения Филиппин и США. То есть там же тоже они есть. Тихоокеанский регион. И многое другое. Без обсуждения этого невозможно найти решение в Украине. Единственное, о чем мы можем договориться, об остановке огня на текущих условиях. А может, Миш, здесь есть ошибка в этих подходах и в этой аналитике. Главная ошибка – это слишком преувеличенное значение Крыма. Раз. А второй момент – вот понимание вот этого полдороги. Все ждут контрнаступления. Данилова говорит, уже идет. Будем верить Данилову. Там Шмыгаль говорит, летом. Летом, чуть попозже. Это я тоже упоминал. А может, полдороги – это очередная интересная комбинация. Мы это уже видели, поэтому я выдвигаю эту версию на твое рассмотрение. Что, ну, например, сообщения, они как бы есть, сложно верифицировать, но есть, что серьезные ударные кулаки у вооруженных сил Украины в Харьковской области. Это движение захвата, скажем так, ну, вот этих товарищей, то ли в котел, то ли еще каким-то образом, которые сидят в районе, там, Северско-Кременной, там, Лисичанско, вот в том направлении, в какой-то котел, торги по, скажем так, по людям, пропахали, забрали назад Луганскую область, север ее, и тут тебе убиваются сразу несколько, как бы, зайцев. Наступление есть? Есть. Результаты есть? Есть. Победа? Победа! К Луганску подошли, вернулись там, условно, на какие-то рубежи. Может, там, к самому Луганску подошли. У Донецка мы уже вот. Победа? Победа! Погнали! Погнали! А русские что? А смотрите, зато у нас вот есть сухопутный коридор, а тут вот есть Крым, а это вообще был жест доброй воли, мы договорились, и конспирологи включились, и давай, как бы, крутить эту шарманку, что смотрите, и вроде бы все, как бы, сыты, геополитики, и говорят, ну вот, наступление прошло успешно, давайте садиться за стол переговоров. Скажу так, я не знаком с такой аналитикой, но в твоем изложении она звучит здраво, и вполне реалистично. Это один из сценариев. Смотри, аналитика, это не предсказание в стиле Ванги, да, там, да будет так в такой-то день и так далее. Нет, аналитика, это набор сценариев, да, и вероятности реализации сценария. Ну вот, ты прекрасно изложил, я тебе потом в ответ, Алла Верды, я тебе расскажу еще один сценарий, который может быть по Крыму, например, да, сценарий, предложенный тобой, почему мне кажется реалистичным, потому что я четко понимаю, что то, что было с 14-го года на Востоке, то есть изначально Россия изначально воспринимала Луганскую, Донецкую область, Восток, изначально воспринимала как дистанцию, понимаешь, плюс, второй момент, они воспринимали это как, знаешь, как укус игуаны, да, когда ты укусила, а потом ходят с такими любовными глазами за тобой, ждет, знаешь, когда вот, вот, это был такой ядовитый укус игуаны, чтобы эта рана вот гнила, кровоточила и так далее, да, и разрывала нас изнутри, потому что, понимаешь, получается, ну, что мне с донечанами делить, мы с ними в футбол играли, пиво вместе пили, понимаешь, я западенец, они рожали надо мной, типа, а, Бендера приехал, значит, к нам в гости тут, вот, я над ними, значит, там, ну, что там, товарищи Кацапы, как там живете, да, вот, и мы, ну, нам-то делить нечего, там, мы видели, может быть, по-разному, они больше видели с Россией, там, какие-то экономические, интеграционные, политические мы спорили, я больше там на Европу, но при этом, ну, мы, это нормальная была дискуссия граждан о том, куда и как двигаться в стране, и вдруг, и вдруг мы попали в парадигму, когда они вынуждены превратить все то, что говорили обо мне в агрессию, все то самое, но теперь с элементом агрессии, и я, получается, хочу того или не хочу, в ответ тоже с агрессией, и получилось, что мы внутри грызем друг друга, понимаешь? Но ты еще накладывай сюда, что свое богатство и привилегированность, а Донецк, это был крутейший город, с таким баблом, что и не снилось никому, они превратили в нищету. О чем их предупреждали, между прочим? О чем их и предупреждали, знаешь? Ну, посмотри даже на то, кто был никем, тот стал всем, да, то есть, ну, кого они расставили вообще-то, никак. Но, к чему это все веду? Веду к тому, что это был вот этот укус игуаны, ядовитый, который отравлял нам кровь. А что же, для чего и как? А Крым-то вывели за скобки. Чики-пики, ложки угромыки, вывели за скобки. Его же не было в этих минских, ну, в минских, как оно, соглашениях. Понимаешь, что такое минские соглашения? Уже миллион раз говорил, значит, миллион, миллион первый, скажу. Минские, это, по сути, акт капитуляции, подписанный Порошенко. Почему подписал? Хорошо это было или плохо, пусть оценивают другие, не я, по факту. Моя оценка, так, капитуляции, точка. Далее, его надо было исполнять, поскольку это единственное, что было на столе, да, иначе что, иначе война. Если удается петлять, петляйте. Но, если четко выйти, и не спутать, игра нервов, да, кто первый, бросит карты на стол, понимаешь? Первыми карты на стол бросила Россия, у них нервы не выдержали, и все, ну, то есть, ну, дальше понеслось то, что понеслось. Ну, ты же понимаешь, что в этой игре всегда виноват тот, кто первый бросает карты. Вот. Это, мое видение этого всего. Зачем это было? Для того, чтобы торгом по вот этой части укушенной, вывести вообще вопрос Крыма, да не только Крыма, из Севастополя, ну, почему о нем забывают? Вопрос Крыма и Севастополя за скобки. Ключ-то там, понимаешь? И когда ты говоришь о том, что, ну, ты говоришь, да, ты говоришь о том, что мы можем забрать север Луганской области, там еще где-то оттеснить, взять котел какой-то, это будет наступление, перемога и так далее, я говорю, что это реалистично и возможно, потому что в той схеме, которую видел я еще с, ну, года так, шестнадцатого, я четко понимал, что для них это только поводы предлога, то есть это, ну, это ложная цель, то есть это то, где они бросают в бой вот этих пригожинцев и так далее, а мы жертвуем лучшими, понимаешь? Это то, где они оттягивают наши силы и кровь, то, где они отравляют вот этими заточенными, понимаешь, я не люблю заточенных ни с одной, ни с другой стороны, вот этих спорах заточенных, понимаешь? И один и второй понимают, что неправы, ну, ну, понимаешь, добят друг друга, истина где-то посередине, но это все, это все ложная цель, и на самом деле, Россия ничего не потеряет от того, если они выжженную, отравленную землю, а ведь там ничего не осталось, это выжженная, и на десятки лет вперед отравленная земля, это как они сделали с Херсоном, понимаешь? Они, по сути, ну, все, уничтожили, да, вот инфраструктурно и так далее, а потом нам отдали на зиму, типа, а теперь это ваши, мы еще побомбим, да, а да, мы еще, вы там только сконцентрируетесь, а мы еще вас побомбим, вот, понимаешь, вот та же картина может быть и там, и логика в твоих, в твоих словах абсолютно есть. Я хочу просто еще один, еще один аргумент, и, ну, как бы другой сценарий, да, ну, и потому что мы так вот сконцентрировались опять, ну, как по-украински, да, сконцентрировались на нас, есть еще глобальные вопросы. Миш, смотри, логика в этом очень простая, исходя из того, что пройдя вот эти километры Луганской области, может даже весь Донбасс, ну, это как супер приз, да, ну, как какой-то высшая точка, весь Донбасс, просто, ну, здраво освобождать там Луганск и Донецк, нужно, ну, там, годы, я имею в виду не физически заходить, выгонять там, а вот освобождать, налаживать жизнь, мы втянемся туда так, что мы про Крым уже даже не вспомнят, ну, я утрирую, но тем не менее, даже не вспомнит никто, что там есть еще Крым как цель, но там будет на границе, куда мы выйдем, на восточной границе Украины, там будет всегда определенная зона напряжения, все будут вынуждены там держать войска, точка напряжения, все, но мы вроде как победили, мы вернули целый Донбасс, который не могли с 14-го года, ну, скажем так, но оттянули все, и все силы оттянуты туда, здесь, здесь, вот здесь уже начинаются вопросы, поэтому 70-километровому рву, и, скажем так, внутреннему морю Российской Федерации. Ну, НАТО тоже хочет ЧМ превратить во внутреннее море НАТО, так что тут две супердержавы, они выясняют между собой отношения, вот, и стратегию по превращению ЧМ, ну, акватории Черного моря в внутреннее море НАТО, собственно говоря, обещали в июне в США представить публично, то есть, это же тоже не зря, да, Блинкин обещал, но смотри внимательно, ну, ты правильно говоришь по Востоку, и действительно будет, но я хочу, чтобы все поняли еще один нюанс, в чем проблема, которую не видят, допустим, войска зашли, провели там какие-то мероприятия, зачистки и так далее, но чем позже происходит это, ты же понимаешь, что родились дети, которые уже прожили садик, все, школу пошли уже, там другие, как ты это будешь обратно вкручивать, ведь тогда начнутся нарушения прав человека, но уже с нашей стороны, причем абсолютно объективные, то есть, тут уже ничего никто сказать не сможет, понимаешь, а если не нарушать, ну, тогда, ну, тоже не ясно, понимаешь, то есть, а так как в Эстонии, разделить на тех, кто с серыми паспортами, и те, кто, нет, за это Эстонию, кстати, в Евросоюзе сколько, то до сих пор критикуют, а была какая очень яркая критика, но это надо было делать в 91-м, понимаешь, ну, когда там это все было, сейчас уже такое не прокатит, понимаешь, и вот этот аспект, его не обсуждают, но еще раз подчеркну, то, что ты сказал, абсолютно реалистично, более того, оно вкладывается, давай так, на когда русские назначили начало морской блокады, назначили на 18 мая, ну, начали уже сейчас, я думаю, это пробный шар, причем я назвал это правильным словами, морская торговая блокада России, они превращают Украину в их мечту, вот этот обрубок, без выхода к морю, то есть море-то у тебя вроде есть, понимаешь, но выйти ты туда не можешь, понимаешь, ничего сделать не можешь, это называется морская торговая блокада, именно почему торговая, потому что если я почитаю, например, ну, любой почитает, заявление Джо Рарика, или как там, из ООН по этому поводу, да, вот, вчерашнее заявление, и сопоставим с заявлением, которое сделал замминистра наш, то получится картина следующая, что есть некая очередь кораблей, она формируется в портах, но корабли всегда идут в разные направления, в разные страны, если ты наложишь эту картину на то, что опубликовали, по-моему, в ООН, или это в прессе США где-то, опубликовали, где, какие страны получили продовольствие больше всего, получается на первом месте. Знаешь, кто первый опубликовал, Миша, вот эти, вот этот график, русские, русские по ООН, по материалам ООН, то есть там был какой-то отчет, они быстренько составили график, и это все выдали. Ну, я в Англии, ну, по крайней мере в англоязычной, я не буду утверждать, что это американская, в англоязычной, я стараюсь, ну, русская, она может быть подкорректирована, англоязычная, ну, ну, может тоже, как минимум, да, так вот там Китай, и дальше ЕС, и так далее. Если ты наложишь это на протесты поляков, и то, что происходит в Польше сейчас, то ты поймешь, что, да, получается, значительная часть продовольствия, зерна и так далее, шло в Европу, и Китай, понимаешь? Получается, это не совсем помощь голодающим Африке, а ведь, это же назвали гуманитарный коридор, правильно? То есть, помощь голодающим, ну, я образно назвал Африке, но там и Ближнего Востока, там и Азии, и так далее, да, то есть, вот, помощь голодающим, и получается, это не помощь, а это тупо бизнес, понимаешь? То есть, это разное, то есть, это торговля, и тут очень зря наш замминистра разговорился, скажем прямо, понимаешь? Вот очень зря. Он взял в конце и добавил, что в результате, если такое будет продолжаться, то на 15% вырастут мировые цены, ты же понимаешь, что гуманитарная помощь голодающим в Африке никак не влияет на рост мировых цен на продовольствие. Далее он сказал, что это будет вынуждать наших фермеров складировать зерно, то есть, подвергать его опасности, да, и они будут нищать из-за того, что они не смогут его продать. Получается, сам же замминистра, по сути, сказал, что идет торговля, а русские что сделали? сделали блокаду торговую. Сказали, мы пропустим те, которые идут голодающую Африку, а те, которые идут на торговлю, мы не пустим. И тут происходит контрадикция между тем, что было заявлено как гуманитарная цель коридора, и тем, что есть в реальности, понимаешь? Вот, поэтому, да, ну, русские вчера это начали, чем это закончится, неизвестно, но я тебе хочу сказать, что они саму блокаду назначили на 18 мая. С 18 мая наступает час Ч, когда они тоже будут готовы, очевидно, к более каким-то действиям, но не военным, мне кажется, не военным. Я думаю, что они подготовятся к серьезным военным действиям, но, где-то в районе середины мая, русские захотят сказать, что они достигли всех целей СВО, и все. Победа, победа, все, все, все отменяется, победа. У нас мобилизации нет, просто мы планово призываем всех, кого видим по электронному регистру. Но это не мобилизация, нет, нет, нет. Знаешь, вот в таком иезуитском стиле. И я говорил, что это очень опасная штука, и нам нужно быть психологически, дипломатически и военно к этому быть готовыми, потому что тогда весь мир начнет орать, ну, кроме G7, начнет орать, что смотри, русские все остановили войну, они готовы к дипломатии, а что же вы, типа, не идете с ними на переговоры, понимаешь? И вот тогда включается вот эта вот вся штука. Поэтому, скорее всего, русские назначили вот эту блокаду с 18 мая, готовятся к масштабному, точно так, я думаю, они готовятся к масштабному военному, возможному, военному какому-то переходу, то есть новый этап военный, но его употреблять не будут. И очень возможно, чтобы упредить это все, необходимо, или разрулить, скажем так, возможно, твой сценарий абсолютно вписывается вообще в это все. Но и в том, и в другом варианте, вот я даю там свое видение, ты в свой сценарий, в том и другом сходимся в одной точке, что где-то в первых месяцах лета должны начаться терки. Понимаешь? А там еще и G7 наметилась на уровне министров в Японии, понимаешь? То есть вот такое. Но теперь я тебе кратенько опишу еще один сценарий, который каким-то образом напомнил мне то, что я называю единственным моим пророчеством двадцатого года. Кому надо, тебе найдут. Я сказал одну простую вещь. Смотрите, зачем поехал премьер-министр в Канаду за самолетами? Почему мы говорим, то есть если даже мы почитаем не ура патриотичных, а толковых русских военных аналитиков, они тоже сходятся на том, что будет у тебя хоть три линии обороны, хоть сколько, но если грамотно составлен бронетанковый кулак, если есть поддержка авиации, да, серьезная, если есть у тебя ракеты там и артиллерия, что очень важно, и у тебя есть возможности форсировать Днепр и обеспечена логистика, заправка танков там и всего остального, то очень реалистично, очень реалистично, прорвать эти три линии и выйти, то есть тут нет магии какой-то, да, вот, это все возможно, я накладываю это на то, что вот сообщение, сколько нам гаубиц начали поставлять, да, по-моему, то ли Дания, то ли Норвегия, там другие, нам поставляют артиллерию, это даже, это ценнее танков в данном случае, понимаешь, первое, второе, мы проанализируем пакет помощи США, и мы увидим, что там, может, укладчики, значит, там средства доставки топлива, ну, то есть это логистика и так далее, и, ну, ряд других очень важных вещей, которые, естественно, в помощь, в помощь контрнаступлению, если мы проанализируем слова того же Резникова, который говорит о том, что мы готовы найти пилотов, пригласить пилотов, F-16 уже готовых иностранных в наш иностранный регион, ведь в чем была проблема закрытого неба, что напрямую натовский самолет с натовским пилотом от имени НАТО летать не может, ну, то есть это будет прямая война Россия и НАТО, правда? А Резников провернул ту же схему, которая была с Очаковой, ту же, когда говорили о том, что не может быть иностранных баз на нашей территории, но, а что он говорит, так это наша база в Очаковой, просто британцы ее там развивают, вообще база наша, могли из Турции строить. самолет британский или там западный, просто он наш, а пилот, ну вот он, пилот добровольный. А он, нет, он нашим иностранным легионец, согласно нашему, он наш украинский воин, а какого цвета кожи, это уже не важно, понимаешь? Вот. Теперь возникает вопрос, обслуживание самолетов, откуда они могут взлетать? То есть, анализируют такую вещь, что взлетать самолеты, теоретически, обслуживаться могут где? На восточной границе Польши. Ну, то есть, в Польше, но близко к восточной границе. И туда что, сразу летит ракета? Правильно, мне говорят, аналитики, вот, в ответ, ну, русские, кстати, аналитики, в ответ говорят, а мы не уверены, то что полетит ТИО. Ну, скорее всего, вот в любых сценариях, они говорят, вот ТИО, ну, маловероятно, очень. Но, ракета полететь может. Ты прав. Обычное, обычное вооружение полететь может. Делает ли это Польшу автоматически участникам военных действий? Делает. Но не Польша ли готовится к этому? Но, при этом аналитики отмечают, что вовлечение Польши, ограниченное, есть такой термин, ограниченное вовлечение в войну Польши, не будет расценено, как вовлечение всего НАТО, понимаешь? И это будет просто присоединение Польши на стороне Украины к освободительной войне против России. Понял? При этом, да, получается, для России, если вдруг это будет с территории Польши, это будет восприниматься как законные цели и так далее, и так далее. Но в таком случае польский контингент вполне может заходить, все, что есть у поляков в военном плане, может заходить. Понимаешь? И отсюда многие вот эти пропагандисты русские. Помнишь такую теорию о том, что якобы Зеленский летал в Польшу договариваться, что отдаст часть украинских земель взамен на помощь по Крыму? Вот. Они просто интерпретировали в пропагандистском ключе вот эту аналитику, что да, теоретически самолеты F-16 с пилотами иностранными, которые на самом деле будут украинскими, ну, то есть по бумагам по всем, самолеты будут украинскими, это не НАТО, это украинское, просто обслуживание или взлеты могут обеспечиваться и логистика обеспечивается с приграничной территорией Польши. Но в таком случае речь может быть только об ограниченном военном участии отдельно взятой Польши, но никак не всего НАТО. Понимаешь? Ну, ты же тоже понимаешь, как этот конструкт ломать легко ударами по территории Польши с Беларуси. Поэтому же там и происходит то, что происходит. То есть теперь у тебя тоже пазл начнет складываться. Но опять же, мы говорим о наборе сценария и вероятностях, но мы не говорим, какой из них сработан, что мы, откуда мы знаем. А вдруг сработает третий мой сценарий о том, что внезапно из мытищ начнется наступление на Москву. Понимаешь? Есть три сценария. Чего ты улыбаешься? Нормально. Вот. К чему веду? Веду к тому, что конструкт, где есть авиация для поддержки вот по Крыму того сценария, что я тебе говорил, он тоже существует. Конструкт, где ты расписываешь, как, ну не ты, а аналитики расписывают, как мы делаем перемогу и возвращаем часть Луганской области или всю, а может быть и больше, да, тоже имеет право на жизнь. Потому что тоже по датам, но еще расскажу, итогом и того, и второго, и третьего есть по факту что? По факту есть, ну, если идет сценарий с ограниченным вовлечением Польши, то это по сути третья мировая, то есть, ну в итоге дальше, да, это третья мировая, а сценарий, который описал ты, он больше похож на сценарий старта переговорного процесса, где все довольны, то есть, ну, кто-то что-то потерял, ну, где-то в ожиданиях и так далее. И да, тогда начинается вот этот вот Стамбул-2, по сути, да, и это накладывается на то, что финансовый год в США начинается и заканчивается когда? Да, в сентябре, а бабушка доллар, как мы ее в наших с тобой эфирах прозвали, Еллен, уже все посчитала и сказала, если середина 24-го, одни деньги, если 25-й год, то другие деньги, чуть дороже. Да, ну, она сказала чуть-чуть даже не так, она сказала, что бабки до сентября предусмотрены, то есть, они есть, а дальше, дальше там нюансы, понимаешь, но мы ленд-лиз еще не использовали, ленд-лиз это за деньги, а он есть, и даже если нам дадут ноль с сентября, то ленд-лиз пойдет любому, то есть, он уже и так, и так подписан, понимаешь, то есть, это наш козырный туз, он же просрочится. Нет, он открыт, его не, он открыт, Байден президент будет и после сентября, понимаешь, он открыт, просто большинства у него нету в конгрессе, но ленд-лиз открыт, и мы оттуда еще ничего не брали, поэтому это наш козырный туз, это можно будет играть. не дали. Ну, хорошо, не дали, пока, но вопрос в другом будет, что нам, потому что, из денег, которые нам обещали на дальше, мы пока что видим только 15 с копейками миллиардов на 4 года. Вот МВФ, это ни о чем, это вообще ни о чем, понимаешь, поэтому вопрос возникнет в экономической поддержке, то есть, с сентября мы попадаем в ту опять зону турбулентности, понимаешь, непонятно, то есть, за счет чего будет существовать вся машина, даже если у тебя будут все танки и так далее, и так далее, за счет чего государство будет существовать и как, понимаешь, то есть, вот какую систему мы сейчас поговорим о государстве, давай об американцах поговорим немного, Трамп любит, говорит Путин Украину, так любит, что бьет, странное откровение и странное его там измышление по поводу северных потоков, это вот часть игры, да, выборов в Соединенных Штатах или действительно вот у Трампа ну вот такой взгляд на вещи? Я думаю, что у него действительно такой взгляд на вещи, понимаешь, в чем дело? Я могу провести даже параллели, хотя, может быть, она неправильная. Если ты, например, послушаешь сторонников вот этой зетки русской, да, и наших таких сильных ура-патриотов, то они будут унижать другого, одни будут называть, да, это чмобики какие-то, да, там идут на наши войска, там, это утилизация чмобиков, те будут кричать, да, это какие-то, как они нас там называют, эти бендеровцы и так далее, значит, там необученные валят на нас, там, просто тучи этих бендеровцев и так далее. А если ты послушаешь военных, то ты, ну, например, Герасимова или Залужного, да, то ты услышишь уважение в их словах противники, которые воюют друг с другом, нанося непоправимые иногда ущербы армиям друг друга, они с уважением будут говорить друг о друге, понимаешь? Я не знаю, правильно ли я провел эту параллель, но я думаю, тебе это будет понятно, да, то есть вот в плане того, что, как мыслит Трамп, он мыслит глобальными вещами, он понимает игру, да, то есть он не дает там оценок личностных, груб, скажем так, внутри себя, для политики он сделает личностные оценки, скажет, да Шелли самый красивый победитель конкурса красоты, там, да и так далее, и так далее, но он понимает прекрасно, что в любом случае назови ты это демократией, диктатуры и так далее, все равно правят элиты, бояре и царь, ну, то есть, грубо говоря, вот и все, значит, и он пытается выстраивать отношения в глобальном, он не говорит о локальном, на локальном уровне это боль, кровь и так далее, знаешь, была такая картинка, как устроен мир, наверху ухоженные люди сидят на полянке, пьют венцо, красивые модерные города, ниже рабочие, которые, знаешь, в поте лица добывают, трудятся и так далее, а ниже кровь и военные на штыках, которых вот это все стоит, такая вот пирамида, да, вот, и понятно, что твоя точка зрения будет зависеть от того, как ты, что ты смотришь, да, и где ты, если ты рабочий, у тебя будет одна точка зрения, если ты военный, другая точка зрения, если ты там сверху, у тебя будет третья, а теперь зрители со стороны, если ты будешь смотреть, ну, грубо говоря, с точки зрения, там, отдельно взятой Украины, ты будешь видеть кровь, вот эту вот, Месси, вот то, о чем мы говорили в начале эфира, да, а если ты будешь смотреть с точки зрения Трампа, ты будешь видеть только верхний глобальный мир, ты и так знаешь, что он строится на войнах и крови еще до времен Вавилона, еще до Египта, понимаешь, все благополучие фараона, там, ну, грубо говоря, и большого этого, маленького, большого мира, всегда строилось на том, что одна армия уничтожала другую, это всегда так было, понимаешь, потом это называлось демократией. И он это знает, и он на это не фокусируется. И получается, что с его, с нашей точки зрения, он несет чушь, потому что ты приедь, посмотри, увидь. Зачем ему не надо, да? Он это и так знает, это априорно внутри, ну, вообще в основе нашего мира, априорно. Что нового можно увидеть после того, что происходило в Йемене, после руандийской резни, там, и так далее, что нового можно увидеть в мире? Да ничего особо, после Первого мирова, Второго мирова, все все понимают. Поэтому Трамп это тот, кто мыслит треугольник, глобальными вещами, понимаешь? Он видит этот треугольник КНР, Россия, США. Он понимает, то есть так же, как и Киссингер, это же слова, по сути, Киссингера, понимает, что в этом треугольнике есть только две опции. Опция первая, двое против одного, и опция вторая, трое договариваются о равностороннем треугольнике. То есть, мультилатеральность, то есть, или как это говорят, многополярный мир. То есть, триполярный мир, грубо говоря, да, вот, либо двое против одного, выбирай. Двое против одного, это всегда крах третьего, ну, то есть, треугольник. Сейчас двое против одного, это русский и Китай. И он понимает, что единственный, кто в этой войне выиграет, это только британский шпиндель снизу, под столом, понимаешь? Больше никто. И он это понимает, и он пытается это выстраивать. Теперь, по сути, я бы увязал начало избирательной кампании с откровениями Трампа. Это начало избирательной кампании. Причем Трамп что говорит? У него открылось Министерство магии простых решений. Говорит, есть лучшее решение всего. Нет Байдена, нет проблем. Слушайте, гениальное решение. Это все предвыборное. Но в любой предвыборной кампании всегда вовлечены государственные институты. Например, ФБР может условно поддерживать демократов. А ЦРУ условно поддерживать республиканство. А Пентагон иногда тех, иногда тех, а может быть вообще самих себя. Понимаешь? Это война институтов начинается. Мы ее увидим по косвенным признакам. Уже увидели, когда пресса, опираясь на эти сливы, говорит, что а США готовятся к всем возможным сценариям? А если вдруг Путин умрет? А если Зеленского не станет? Не, ну слушай. На самом деле, если бы я был руководителем государства, то первую задачу, которую бы я ставил аналитикам, просчитайте варианты, когда этих нет. Ну, то есть это первое. Дальше мы будем анализировать, когда они есть. Ну и разные. Но первое, это если нет этих. Что произойдет? Как перевернуться фишки? То есть тут никакой тайны нет. Вопрос самих сливов. Понимаешь? Уровень этих сливов, мягко говоря, детский сад вторая четверть. То есть при хорошем раскладе, грубо говоря, при хорошем настроении мы с тобой могли бы наклепать таких сливов и лучше на порядок. Поверь, на порядок лучше, качественно. У меня подозрение, что эти сливы, это не о Израиле, не о Украине, не о Южной Корее, ну и там других странах, вовлеченных в это все. Нет. Это о внутренней войне предвыборной в США. Это главное. Все остальное, это вот эта мишура, которую нацепили, налепили, чтобы вовлечь. Понимаешь? Это вот как с тем видео, которое пошло по сетям. Понимаешь? То есть мы не можем теперь сказать, кто источник и зачем, потому что так много вовлеченных в это все, что их стало очень много. Причем искренне вовлеченных это уже никакая не эпсодия. Это уже искренняя вовлеченность. Точно так же и здесь. Они цепляют это. А давайте Израиль зацепим. А давайте зацепим Украину. И все вовлекаются в этот увлекательный процесс комментирования, раскрутки и так далее. Все, понеслось. Понимаешь? А на самом деле ядрышко-то небольшое. И суть этого ядрышко в том, чего мы еще не знаем. Только во втором этапе, а может быть даже и в третьем, мы узнаем нечто, ради чего этот слив запустился. Сейчас фаза старта. Первая ступень ракеты. Это фаза старта. Она придает скорость и выводит на базовую высоту. Дальше она отстреливается нахрен. Включается вторая ступень. И вот на второй ступени только мы узнаем, ради чего был этот слив. И я подозреваю, что он был в том числе и ради северных потоков. И на втором этапе мы узнаем что-то о северных потоках. И тогда совпадут пазлы ответные, которые готовили русские. Это совпадет. Понимаешь? И тогда некоторые нюансы по Британии возникнут. Понимаешь? И это будет второй этап. А на третьем этапе, третий, уже будет, когда выдвинутся кандидаты. То есть это, я думаю, будет уже где-то третий этап. Этот слив будет долгоиграющим. Я думаю, третий этап будет где-то в августе 2024 года. Это будет третий этап. И тогда мы узнаем нечто, что реально сможет сильно изменить расклад. Но это будет зависеть от того, выиграет ли Трамп праймерис, кто Байден выиграет праймерис или нет. То есть это уже тогда. Но поливариантность есть и там. Поэтому пытаться сейчас комментировать этот слив, это все равно, что бесплатно донировать топливо первой ступени ракеты, цель которой внутренняя политика США. Все. Да, тем более, что я хочу здесь обратить внимание, ну вот просто обстрелять немного. Вот мы обсуждали третью башню в Кремле. Мы ее обсуждали. Но здесь же тоже есть вариант третьей башни, когда по США там разносится, расходится опрос. Опрос о том, что, ну смотрите, ну Трамп же кто? Уголовник. Уголовник. А Байден кто? Отец уголовника. Хантера. Да. И того, и того. Считают преступниками, связанными с преступным миром. Вот как интересно получается. А кто же выводится и выигрывает на первый план, кого выводит? Хороший вопрос. Ну я думаю не маска. Нет. Я думаю не маска. Дело в том, что, давай так. Вот многие думают, что Британия и США это как бы, ну, братья, да. То есть, они братья. Но я хочу напомнить всем, что никто так не воюет, как братья, ну, родные, да. То есть, внутривидовая борьба, она более страшна, чем межвидовая. Понимаешь? Давай обратим в этом контексте просто вот такой мазочек, да. Вот мы обратим внимание на то, что будет в ближайшее время происходить в Британии. Коронация товарища Карла Третьего будет? Будет. А приезд Байдена будет? Ну, уже состоялся, да. Ну, хорошо. Я имею в виду на карелке, да, то есть, вот на этом блюда. Скажи, пожалуйста, Байден поехал в Британию по случаю, так сказать, коронации товарища Карла. А кого он делегировал на коронацию? Супругу отправил, да. Супругу, ну вот. А мог бы и сына отправить ночью уж тут, про которого ты вспоминал недавно, да. Вот. И в пику, так сказать, товарищам британским. Он едет куда? К товарищам ирландским. Ой-то. Куда? Ой, как там его встречают, Миш. Я прям, ну, был немного, ну, обескуражен. Как Байден героически выхаживал по Киеву под звуки воздушных тревог. И как там с коктейлями Молотова против полиции, с закладками, бомбами на кладбищах где-то рядом, и как там полиция на ушах. Ну, как бы вот разница называется. Почувствую разницу. Ну, где-то постановка, где-то реальность, понимаешь. Но ему для старта кампании, как, кто такой Байден? Ирландец, да. А исторически голод в Ирландии, скажи, какая страна устроила в свое время? Понимаешь? И куда он поехал? Белфаст. А потом уже по другим, да? То есть, это по болезненным точкам Британии, по сути, прошелся. А, кстати, ситуация по Ирландии в контексте Брекзита и так далее разруливалась кем? США и Евросоюзом без Британии. Ну, Британия упиралась во многих вещах, понимаешь? То есть, по сути, это такая болезненный укол США в сторону Британии. Ну, правящая администрация в сторону Британии. Это болезненный укол. Причем публичный, нехороший. С другой стороны, Байдену, чтобы выдвинуться, нужно подобные вещи провести, да? А Трамп начинает играть. То есть, понимаешь, Байден начинает играть на вот этом поле Британии, да? А Трамп начинает играть на поле Китая и России. Причем на поле Китая и России начинает играть также Макрон, также испанский премьер. На удивление, испанский премьер после визита в КНР вышел, сказал, вы знаете, КНР, ну, это надо, это будущее, надо сотрудничать. И тут же все возмутились против, значит, тут же всплыла некая Лиза Трасс, которая собралась лететь в Вашингтон, где публично всем, то есть не в Париж, а в Вашингтон, и публично всем сказать, какой плохой Макрон. И вообще, Европа должна лежать под США, если они встанут из-под США, это очень плохо. Вот, и вообще, для того, чтобы не вставать, нужно четко ударить по Тайване. Ну, то есть, как бы, вот, понимаешь, все, процесс закрутился. Сейчас многие скажут, да о чем он, мы вообще начали с другого. Да я все о том же, что это большая конструкция мира, и что на поле 3 на 3 решений нет. Меня много критиковали за слова про Ялту-2, но в итоге, если вообще вот наш весь эфир подытожить, придешь к выводу, что без Ялты-2 никак, но если она и начнется, то начнется после выборов в США, ибо миром правят не США, а выборы в США. И все, что мы наблюдаем, это не о нас или о других, это о выборах внутри, просто на том или ином этапе запуска этой ракеты. Мы просто всего еще не видим. Ну, то есть, главное в ракете, это та вот полезная нагрузка, которая сверху. А нам показывают сначала первую ступень, вторую, потом какие-то элементы, значит, вывода на орбиту. Вот, вот. И мы должны в это все вовлекаться, а это лишнее. И картина, на самом деле, не такая радужная, как нам кажется. Какого-то единства Британии и США особого тоже нет. Ну да, или то, что США начальник у Британии тоже. Совершенно нет. Да, я люблю шутить, знаешь, когда говорили там, вот там, Вашингтонский обком, помнишь, говорят, там, дают указания. Я всегда шучу, говорю, знаете, почему Госдеп называет Вашингтонский обком? Потому что ЦК в Лондоне. Все это видно, это вся конкуренция и так далее. И, в общем, так же в США. Я думаю, основная конкуренция идет не между Трампом, как ты правильно заметил, и Байденом. 60 с чем-то плюс, ну, 60 с больше даже процентов американцев не хотят ни того, ни другого. Они хотят вернуться в предыдущее состояние, где была нормальная конкуренция демократов и республиканцев, идеологическая. Но, что же пошло не так? Появились глобалисты. Вот а-ля Сорос, Блэк-Рокки и так далее. Появились глобалисты. Или с собой и одних, и вторых. И теперь, знаешь, как вот это, папы там не играются. Так в чем эффект Трампа? Вот почему Трамп настолько важен в этой игре? Потому что Трамп, он не столько за республиканцев, сколько против вот этого глобализма, заразившего два стада муравьев, которые начали биться друг с другом. А потом или не биться, как скажут, так и будет, понимаешь? Вот. И Байден в данном случае представляет ли он демократов? По большому счету нет. Он представляет всего лишь вот это крыло или как там, вот эту вот зараженную глобализмом часть, понимаешь? Трамп же пытается выехать на том, что он не за тех, не за тех, он за ту историческую Америку, которая была до глобалистов, овладевших и теми, и другими, понимаешь? Но будет ли это Трамп, неизвестно. А если это будет, почему, в чем играть Десантиса, например, да, ну конкурента Трампа? В том, что он говорит о том же, но он говорит лишь о возвращении к истокам самой республиканской партии. То есть не глобально ситуация в США республиканцев. Но если ты начнешь говорить глобально о всем США, то в таком случае США становятся на грань гражданской войны, по большому счету. И очень сильного гражданского расхода. Я бы не сказал. И люди... Нет, Десантис достаточно... Не Десантис, Трамп, Трамп. А, Трамп, да. Трамп, Трамп, Трамп. Десантис, он менее опасен. Десантис просто говорит о нормализации отношений... Просто если Десантис, да, начнет говорить, то он за демократа сойдет. Ну, так глобально. Да, да. Такая же разница особой нет. То есть это не несет потрясение. А Трамп несет особо... Ну, смотри, это, знаешь, как вот наркомана присадили, ему хорошо под этим кайфом. И приходит кто-то, кто хочет тебе вырвать эту иглу, понимаешь? Ну, когда ее вырывают, наступает... Есть риск того, что пациент ударится головой об стену, начнет биться и убьет себя, понимаешь? То есть... А есть риск, что нормально будет, да? И на этом фоне, когда тебе говорят 50 на 50, приходит кто-то, кто говорит, я 100%, чуть, может, уменьшу дозу, но 100% все будет хорошо. Выбирайте. То есть жизнь-то не вечная, да? То есть если вы хотите прожить еще 5 лет нормально, ну, более-менее спокойно, выберите меня. А если вы хотите каких-то там потрясений и так далее, выбирайте Трампа, да? Ну, вот тебе глобальный, ну, и как бы вот, как это, с точки зрения обывателя, с точки зрения глобального будущего, да? Вот. Но в любом случае это будет сумасшедшая борьба в самих США. Ну, я накал, ее будет очень-очень серьезный. Я к чему веду? Все вот это... Ты что думаешь, этого не просчитывает Китай? Ведь любая страна всегда супер уязвима именно в периоды предвобранных кампаний. Всегда уязвима, потому что внутренняя борьба и всегда внешние в это все впиливаются. То есть так же, как было у СИ. Ведь никто точно не мог сказать на 101%, что будет избран именно СИ на третий срок. Ведь были разные предположения. Ну, точно нет. Хорошо, 90, да, но всегда есть даже 5% из исков. И тогда появлялись СМИ, начали тогда разные разгоняться данные. И по поводу протестов там, и по поводу экономики Китая и всего остального. То есть, ну, разные. США тоже пользовались слабостью. То есть, так же, как и США, и Китай тоже будут пользоваться слабостями Путина при выборах. То есть, так же, как Путин теперь пользуется слабостью Эрдогана перед выборами, понимаешь? И шантажируют его и туризмом, и мельницами, поставками зерна, и так далее, и так далее. То есть, это же, ну, и тем, что он поддержит его или не поддержит, там, загрузки этой атомной станции, будет он публичный или не будет. То есть, переговоры в четверке по Сирии, Иран, Турции, Россия, это очень важно, потому что фактор Сирии сейчас для выборов категорически важен для Эрдогана, понимаешь? И фактор экономики и так далее. Все друг друга шантажируют. Я к чему веду? Я к тому веду, что миром сейчас будут править вот эти вот выборы и слабости самих США из-за предвыборного процесса. И я точно тебе скажу, Китай и Россия ставки делают именно на уязвимости США в этом процессе. А в этой борьбе ни Трамп, ни демократы не остановятся ни перед чем. И если на втором этапе нужно будет запустить правду по севпотокам, о чем Трамп намекнул сегодня, раскрывая содержание будущих Сирий, то это сделают. Независимо от того, что произойдет во всем мире. Да пусть рухнет и утонет весь мир. Главные выборы в США. Соответственно, соответственно. И, внимание, резкая и непопулярная версия, что демократы очень четко, ясно. Вполне возможно, что даже отчасти публично пойдут на прямые соглашения с Москвой по интересующим вопросам. Причем всю страну Украина тоже интересующим. То есть это выборы. Ах, господи, не это ли я говорил полгода назад? Не это ли я говорил полгода назад? Я это назвал условно большой кидок. Понимаешь? А империи, они никогда ни перед кем не извиняются. Они всегда действуют просто в своих интересах. Если интересы меняются, меняется их действие. Все это. А все остальное, проблемы индейцев никого не волнуют. Как-то кидают дальше или еще дальше. Да. Ну а теперь, мой друг, если возобладает Киссинджер в США, то что будет? Значит, тебе надо разбить треугольник. Если у тебя не получается с Китаем, то есть есть разные варианты. Первый вариант – отбить Китай от России или отбить Россию от Китая. Ну, либо так, либо так. Но Китай отбить от России в условиях, то есть дилемма, тогда тебе нужно будет отказаться от Тайваня. Потому что Тайвань, для того, чтобы решить вопрос политический Тайваня, Китаю необходима военная поддержка России, подводная. Понимаешь? Им нужно это. И нужна поддержка со стороны вот азиатской части России. То есть туда. Ну, собственно говоря, Китай, ну, никак из этого, грубо говоря, не выйти. Они уже договорились. Может ли Россия где-то провернуться, да? Ну, теоретически, да. Вот тут есть вариант поля. Поэтому я больше в варианте, на что буду делать ставку в США, на отбить Китай от России или Россию от Китая, то с вероятностью 60 на 40 я сказал бы, что будут попытки отбить Россию от Китая. Понимаешь? А это играет вот твои слова. Ну, в смысле мои. Но имеется в виду предыдущие, что ты сказал по поводу того, что может произойти. Да, я просто... Это просто давайте так. Я понимаю, что вот чем наши встречи с Михаилом интересны, всегда и всегда заставляют задуматься. Кто напишет, вот, там, многословность. Ну, погодите, друзья. Если хотите коротко, ну, коротко, то, пожалуйста, Михаил Чаплыга, Телеграм-канал, ссылка в описании, переходите, участвуйте там. Ну, точно короче. Если хотите, ну, услышать, понять цепочки простроенные и чтобы понять, собственно, что в Телеграм-канале написано, вот, пожалуйста, ну, как бы... Я просто одну деталь, треугольник, шпиндель, да? Это вот появилось после нашей с тобой беседы, там, ну, неделю назад. Вот треугольник, шпиндель, вращение. Конструкция бомба просто, вот конструкция. Но иногда шпиндель ломается. И когда там две стороны, там одна, то есть вариант, что так упадет треугольник, что шпиндель может поломаться. Давайте все подумаем об этом. Потому что это прям, ну, это вот тоже еще один сценарий, который, конечно, долго раскладывать, но он есть. Друзья, подпишитесь, поставьте лайк. У меня финальный вопрос, как я обещал. Ну, на самом деле их много, да? Вот вы, если в Украину зайти, вот в конце мы с тобой украинские вопросы обсуждаем. Давай, уж коли так, давай один, ну, такой двухкомпонентный, но важный, обсудим. Верховная Рада голосует за то, чтобы возвратить надбавки по 30 тысяч военным. Ну, там, военным, полицейским, вот эти, которые забрали. Рукоплещут многие. Заходишь в Facebook, там, Telegram сообщества, все, вот, ура. Не пропиарился только, там, ленивый депутат, который нажал кнопку и проголосовал. Но тут возникает депутат из голоса, который подает, как бы, опровержение, да, что и, соответственно, нужно переголосовать, решение в силу уступить не может, все, значит, набрасываются на этого депутата из голоса. Ну, и, в общем, там, вот жизнь, да, жизнь политическая. Я прям обернулся назад и вспомнил нас, да, вот с тобой в пике, с разными, там, слугами по позиции, вот, до военного времени. Ну, по большому-то счету, очень интересная конструкция получается. Нужно было дать, но не дать. Денег американцы больше не дали. Если хочешь заплатить больше военным, ну, тогда надо у кого-то забрать. Когда говорят, что ограничение чиновникам, там, 67 тысяч гривен, 8, ну, вот это вот, которое ввели, ну, там, 1700 долларов условных, да, то тут же надо понимать, что тут есть разные чиновники, разный уровень ответственности, а что с коррупцией, а какая зарплата. Ты, Мишка, госчиновник, понимаешь эти все расклады, потому что, с одной стороны, вроде как, вроде как, большая зарплата предохранитель, с другой стороны, роскошь. Тут нужно искать балансы. Ну, и, как вишенка на торте, уже там, которое интервью подряд, Арестович критикует Зеленского. Во как выкрутилась политическая ситуация в Украине. Выборами уже не пахнет, уже воняет. Смотри, мой друг, давай так, я по поводу выплат, я скажу свою точку зрения, по поводу выплат было глупостью, было их снять. Я скажу так, звучала мысль, что эти выплаты, что получают не те, кто на передовой, а те, кто там где-то в тылу и так далее, но начались тогда же вообще высчеты, сколько ты там дней побывал, то есть тебя ранили, значит, не дай бог, значит, и время в госпитале тебе за это не платят и так далее, и так далее. Ну, то есть, ну, как-то оно так, по-глупому. Но я тебе скажу больше. Очень многое ребята покупают за свои деньги. Ну, я-то трошки вовлечен в это все, понимаешь? Очень многое покупают за свои деньги. Причем очень многое за наличку, ну, давай будем честными, да, то есть вот, потому что так дешевле и так далее, и так далее. И очень многие ребята скидывали с собственных заработных плат и надбавок, естественно, этих и так далее. Дособирали деньги, и что? Они гуляли, вот купили на это все. Что они там? Мерседесы себе покупали. Нет. Они покупали расходники, машину, срок жизни которой там неделя, месяц, понимаешь? Они покупали там какие-то рации, да, антенны к рациям, они покупали теплики там и так далее. А теперь, когда ты снимаешь эти бабки, это ты с чего их снимаешь? Ну, то есть ладно, если бы они жировали на эти деньги, да, ну, то есть налог на богатство, да, а когда ты забираешь у них возможность себя же в чем-то обеспечивать, это было кощунство, вот честно. Когда ты это возвращаешь, ну, казалось бы, хорошее решение и правильно. Я поддерживаю. Давно. Но, когда блокируют, ну, я честно скажу, утром у меня проникнула новость о том, что Зеленский подписал. То есть я честно тебе скажу, я не знаю, вступило в силу или нет этот закон. Потому что, ну, теперь вообще какая-то непонятная. Так это не закон, это обращение к Абмину, Кабмин должен принять. Ну-ка, в общем, там другая история. Не-не-не, они там какой-то закон приняли, они приняли какой-то закон. Вот, то есть, ну, что-то там, короче, я вообще не понял, что происходит, честно. В этом всем вариве. Но что обратил внимание, что МВФ запретил. Да. Ну, типа, хочешь бабки, ищи, где их взять. Ну, извини меня, а где их взять? У чиновников взять? А чиновник, давай честно, чиновник, это же не только министр, это вообще политическая должность, понимаешь? Эти НАП-советы там и что-то еще, это вообще непонятно кто и что, да? Чиновник, это обычный специалист, да? Обычный специалист, праведные специалисты, глав специалисты, да, даже начальник отдела, на которых, знаешь, вот эти вот мышки, которые крутят эти педальки, да, вот, кто лучше всех работает, тот работать будет больше всех, понимаешь? Потому что другие работать не умеют, в принципе. Вот. Но умеют получать деньги. И сколько ты на этом сэкономишь? Ну, разрушишь аппарат управления, да? Ну, вот, магия простых решений здесь не работает. Поможет ли это найти деньги? Нет. Где их можно взять? Ну, давайте их выжмем из народа еще какими-то налогами, да, там, ну, куда уже дальше, да? Давайте фопов подоим еще, бизнес несчастный, я еще не знаю, как он там дышит, тоже нет, понимаешь? Это можно было бы брать из международной помощи, но, по-моему, Запад поступает иезуитски. Я предупреждал, что так и будет. Потому что если есть две капельницы, одна капельница – это финансовая помощь, на которой держится вся экономическая модель, и вторая капельница – это вооружение, поставки, то достаточно тебе играть вот так вот, этими двумя капельницами, да, и ты будешь принуждать двигаться, знаешь, как машинка на управлении, право-лево, 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 да, ты будешь управлять. Вот. И когда-то это должно было случиться? И тут я тебе скажу, что, очевидно, такими заявлениями МВФ, МВФ – это, что такое МВФ? Это не государство, понимаешь? Но такими, ну, то есть это прокладка. Надо понимать, кто говорит устами МВФ. Я думаю, говорят США, понимаешь? И они к чему-то, очевидно, машинку куда-то двигают, да? И, очевидно, они двигают к тому, о чем мы с тобой говорили в первой части этого всего дела. Ну, это же езуитство, выйти и сказать, да я, блин, да я ж тебе тут все дал. Что тебе там, 100 гривен надо было? Я тебе дал 10. Что, плохо? Подякуй мне за 10. Да я тебе 10 гривен дал. Когда там Блинкин говорил? Через две недели наступление. Вот две недели, и Марио, Марио, пора, Марио. Две недели. Понимаешь? А где самолет? Где самолет? Где были там? В небе. В небе, да. Но не над Украиной, потому что над Украиной, да. Да, но нет. Ну, вот я тебе, по-моему, ясно это задумаю. Теперь касательно выборов. Значит, никуда не делась дилемма, которая была до войны. Дилемма простая. У нас очередные выборы. Выборы в парламент были какими? Внеочередными. А выборы президентские были очередными. Следующие выборы какие должны быть? Очередные. Очередные выборы в парламент когда? Осенью этого года. А очередные выборы президентские когда? Весной следующего года. Но логика политических событий всегда такая, что если ты хочешь сохранить власть, то тебе нужно либо одновременно провести и то, и другое, либо сначала президентские. У нас выборы проходят, это как это, личностный фактор. То есть, кто-то должен быть паровозом и тянуть за собой всю эту вагонобратью. Понимаешь? Вот, соответственно, если сначала идет вагонобратья с рейтингом ноль, то ты теряешь парламент, а потеряв парламент, ты теряешь президентский. Сходу. Это логика же понятна. Единственный способ это либо совместить, либо сначала президентский, а потом парламентский. Как это решать? Помнишь до войны сколько было разных комбинаций, досрочных выборов, переносов, куча комбинаций рассматривания. Ты что думаешь, куда-то это делось? Никуда. Дилемма исчезла? Нет. Соответственно, либо, значит, у них есть два варианта. Либо осень и то и другое, а-ля внезапно, внезапно, так лошадь Целковского стала лошадью Пржевальского. С чего мы с тобой начали, да? Либо проводить весной совмещенные. Но тогда, типа из-за войны, значит, военного положения нельзя проводить выборы. Значит, и тогда, ну, ведь терминовуются выборы в Раду. Две даты. Играй как хочешь. Я думаю, что депутатов будут лежать на крючке, и оба варианта реалистичны. То есть, либо осень, либо весна. Сказать, какой из них выстрелит, сложно. Но как бы там ни было, осень или весна, в любом случае за год, максимум это период, год, весна, да? То есть, собственно говоря, мы вступили в выборный период. А будут они на половине пути или через год, это уже не важно. И да, мы вступили в выборный период. И да, начинаются разные там движения, кто там за Зеленского, кто против. А кто вообще против всего этого? Значит, естественно, что будет огромнейшая борьба за юго-восточный электорат, за русскоязычный электорат, за православный электорат, за, как это, за электорат, за старых умных и за вот этих новых там соросят и так далее. Вот это все будем наблюдать. Я постараюсь уточнить резко, четко и понятно. Миш, а нахрена быть депутатом вот в этой военной или послевоенной, или вот в такой Украине? А, а в этом? Ну, конечно, нужно, конечно. Потому что тогда от твоего нажатия кнопки будет зависеть, куда пойдет бабло большое внешне. Это будет новый 91-й год, новый 90-е. Понимаешь? Это слом, новые 90-е. Тот, кто пришел в кедах, в парламент, ну, в будущем придет в кедах, уедет оттуда на золотом лимузине. Понимаешь? Конечно, ради этого будут идти. Да там драка будет за то, чтобы там быть. И уже депутаты усекли одну простую тему. Что да, олигархи приходят, что-то да, но они уже больше с олигархами не говорят о, как это, о долгосрочных каких-то вещах. Они уже все это понимают. Они теперь говорят о ситуативных вещах. Ты мне сейчас... Они уже все, они уже знают про крипту, они уже знают про доли в бизнесе, они знают уже все. Теперь будет по-другому. Понимаешь? И, конечно, ради этого будут идти. Да, один депутат ни хрена там не решит. Это будут битвы, ну, группировок. И да, это будут серьезные группировки. И сейчас мы будем просто история через 30 с чем-то лет прокрутиться по кругу. Да, Михаил Чаплин, я был моим собеседником сегодня. Миша, спасибо за твои мысли и твое время. Друзья, и вам спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь. Увидимся обязательно. До скорого.